Капитальный ремонт школы номер 10 начался в конце 2018 года. Сдать её должны были 15 августа 2019, чтобы к 1 сентября дети пошли учиться в обновлённое здание. Но этим планам не суждено было сбыться. Подрядчик отстал от графика, сначала передвинул срок на сентябрь, затем озвучил новую дату – 30 ноября, потом 9 января. Пришлось очень много применить воздействия со стороны департамента образования, департамента УКС и администрации для того, чтобы призвать подрядчика именно работать так, как нам нужно. Понимая, что речь идёт о безопасности детей, администрация уделяет пристальное внимание контролю за ходом работ. На место постоянно выезжают представители муниципалитета, департамента образования и школы. Есть несколько проблемных вопросов. В туалетах мы делаем плитку до конца, не доделали. Это отделка откосов плиткой. Но там буквально осталось 3-4 туалета, которые мы должны доделать. А в остальном это уже идёт работа по устранению недостатков. Верхние этажи полностью готовы, стены покрашены, пол покрывает линолеум, подключено электричество. Во многих кабинетах расставлена мебель. Благодаря победе в грантовом конкурсе Министерства образования Нижегородской области и финансовой поддержки администрации Сарова, в 10-й школе полностью поменяют всё оборудование, начиная от кухонной техники и заканчивая интерактивными досками. В обновлённом здании появятся цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. Полностью индивидуальная лаборатория будет на каждого учащегося. Они будут работать от индивидуального компьютера. Для этого мы приобретаем в эти же классы специализированный мобильный компьютерный класс. Они уже приобретены. То есть у каждого ребёнка своя лаборатория, своё подключение к компьютеру. Естественно, обработка информации будет наглядной. 10-й школа будет первой школой в нашем городе, полностью оборудованной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо пандусов и разметки, во время ремонта в здании установили специальный подъёмник до второго этажа для инвалидов-колясочников. Ну и следовательно, если мы до второго этажа поднимаем мобильных граждан, то и предусмотрели все специализированные кабинеты не выше второго этажа. То есть это кабинеты химии, физики, музыки, изотехнологии. Актовый зал тоже расположен на уровне не выше второго этажа. Также в кабинетах появятся 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением, верстаки и многое другое. Здание оборудует системой видеонаблюдения. Озвучивать точную дату, когда школу сдадут, представители администрации опасаются. Но вполне вероятно, что ученики вернутся в родные стены уже в четвёртой четверти. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.